На красной дорожке вместе с признанными мэтрами, дебютанты, экспериментаторы, просто любители, но всех объединяет любовь к профессии. Александр Цой, автор фильма «Лучшее от первого лица», победителя конкурса короткометражек, не скрывал эмоций. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает кинофестиваль, всем тем, кто пытается его развивать дальше. Огромное спасибо Анапе. Это что-то невероятное. Специальные призы у короткометражных фильмов «Бывшие» и «Стрела». Таким образом, в коротком метре отметили три из 18 работ. В детской программе «Киномалышок» жюри было более щедрым. А это 15 школьников из Анапы, Крымской и Кемрюка под чутким руководством актрисы Марины Яковлевой. По ее словам, компромиссы было искать непросто. В результате диплом за лучший актерский состав получил фильм «Спасти Пушкина». Призы за лучшую детскую роль получили Филипп Малов, картина «Осенью 41-го» и Саша Новиков за фильм «В небо за мечтой». Приз зрительских симпатий у Ивана Золотухина, исполнителя главной роли в фильме «Ein zwei drei». Лучший сценарий по версии жюри «Киномалышка» у фильма «Байкальские каникулы» версия 2.0. А гран-при у картины «Осенью 41-го». Организаторы не скрывают, что в фестивальных кулуарах разгорались нешуточные споры. Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Странник». Его вручил председатель жюри «Полного метра» режиссер Александр Прошкин. Это такое будет очень искреннее, очень страстное высказывание лично этих людей, этих трех режиссеров и высказывание поколения. Это чрезвычайно важная картина. Я очень надеюсь, что она найдет своего зрителя и зритель сердца подзовется на их, в общем, благородный дух. Команда фильма «Язычники» оформила дубль, получила приз кинокритиков. Кроме того, актрисе Елене Нестеровой вручили награду за лучшую женскую роль. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Дмитрий Власкин. Фильм «Эластика». Фарид, я знаю, как ее найти, правда. У меня теперь все другое. Жизнь другая и я другая. Третий фестивальный дубль на счету фильма «Из Уфы с любовью». Он получил приз кинопрессы имени Ирины Шиловой за зрительский потенциал, а также статуэтку за сценарий вручили его автору. Неожиданно, конечно, потому что мы смотрели работы, разговаривали с коллегами, и, в общем, было понимание, что работы, в общем, много достойных. Поэтому, ну да, это неожиданно, приятная неожиданность, очень радостная. По словам Айдара Акманова, сценарий писали во многом исходя из бюджета – 5 миллионов рублей. Но это не рекорд среди призеров. Как рассказал режиссер Степан Бурнашев, это экспериментальная работа с бюджетом около 1 миллиона рублей. Фильм «Нечисть» авторы из Якутии представили как фильм ужасов. Фестивальное жюри выдало диплом за поиск оригинального изобразительного решения в жанре притчи, а за саундтрек уже вручили статуэтку. Мы сняли так очень экспериментальный фильм, и когда снимали, вообще не думали, что мы будем на каком-либо вообще фестивале, а тем более в киношоке, и получить еще какой-то приз. Сегодня в Якутии ежегодно снимают до 10 полнометражных фильмов. Их показывают в республиканских кинотеатрах наравне с зарубежными новинками. Одна из таких работ «Кэрол. Невидимая красота» получила Гран-при фестиваля. Я вообще сам не ожидал этого. И сказали, ну реально это шок. Я очень люблю кино, сам люблю процесс. Ну я сам как бы актер и сниматься люблю. И вот первый раз попробовал, и получил приз. В этом году впервые вручали приз за лучший документальный фильм. Картина «Бриллиант для моих муравьев» о полярнике, который тяжело заболел, но в итоге нашел себя, фотографируя муравьев. Сейчас его работы известны на весь мир. Уже традиционно назвали три лучших телевизионных фильма. Третий приз у картины «Никому не говори». Второй у ленты «Мама Люба» победителем стала картина «Свидетельство о рождении». Один из любимцев публики Алексей Булдаков исполняет песню с анапским ансамблем «Зарница». В этом году киношок посвятили 80-летию со дня образования Краснодарского края. На рубеже второй четверти века обновленный фестиваль поддержали в Министерстве культуры России губернатор Вениамин Кондратьев. Организаторы поблагодарили Кубань и Анапу за гостеприимство. Начали обратный отсчет до дня открытия 27-го фестиваля киношок. Субтитры создавал DimaTorzok